Продукт дизайн. Лабораторная работа. Данная работа посвящена созданию пользовательского интерфейса для вашего веб-приложения или мобильного приложения. Мы будем использовать программный продукт, распространяемый бесплатно корпорацией Adobe. Этот программный продукт служит для, как мы имеем возможность увидеть, дизайн, прототипирование и распространение для других. Называется Adobe XD. Для того, чтобы получить данный программный продукт, необходимо выполнить два условия. Установить Windows 10 в последней версии. Зарегистрироваться на сайте Adobe. Получить учетную запись. И установить приложение Creative Clouds, которое позволит обновлять и запускать программный продукт Adobe XD. После открытия программного продукта Adobe XD, мы имеем возможность выбрать тип устройства, для которого проектируем, собственно говоря, интерфейс. Ну, допустим, мы выберем первый из них, iPhone какой-то там, с такими вот параметрами, это размеры экрана соответственно. Интерфейс данного программного продукта весьма прост. Ну, и я надеюсь, что он будет для вас достаточно понятен. Значит, вот здесь рабочее поле. Если вы работали в Photoshop, значит, большинство инструментов вам будет понятно. Для перемещения мы нажимаем клавишу пробел, у нас активируется соответствующий переключатель, инструмент перемещения. И мы перемещаемся по рабочему полю. Допустим, мы хотим начертить какой-то интерфейс. Выберем инструмент Перо и начнем создавать данным инструментом. Если вы работали в иллюстраторе или в любом другом векторном пакете, для вас не составит труда разобраться с инструментом Перо. Для проведения прямых используется зажатая кнопочка Shift. Начертим. Вот такой вот, допустим, замкнутый контур. Если его необходимо отредактировать, можно выбрать соответствующие точки и переместить их на... Зажатым Shift выделяется несколько элементов переместить на необходимое расстояние. С правой части у нас интерфейса располагается панель свой, слева располагается панель инструментальная. То есть, все как в классических дизайнерских приложениях. Давайте создадим заливку. Поставим галочку заливки и выберем соответствующий цвет фона для данного элемента. Для нижней части воспользуемся инструментом прямоугольник и создадим вот такой вот прямоугольный блок. Заливку сделаем уже не линейным цветом, а, допустим, возьмем линейный градиент. Подберем какой-либо цвет, который нам по душе. Уберем обводку. С правой кнопочкой контекстное меню вызовем пункт меню Arrange и поставим на задний план данный вот элемент. Создадим простой текст с надписью нашего учебного заведения. Поменяем цвет, допустим, на белый и установим данный элемент в нужном части нашего объекта. Немножечко отредактируем данную формочку и вернем ее на место. Данный текст можно масштабировать с помощью вот этого переключателя, который располагается по центру текстовой области. Поменяем размер шрифта, увеличим его несколько раз и напишем. Размер шрифта у нас не поменялся. Допустим, текст с географией. Значит, свойства текстовых блоков, они такие же, как и в текстовых редакторах. На них мы останавливаться подробно не станем. Создадим кнопочку из прямоугольничка. Внутри прямоугольничка мы можем за угловые маркеры скруглить прямые углы. Ну, собственно говоря, мы с вами разрабатываем мобильное приложение, которое будет спрашивать у нас некоторые вопросы по географии. И мы будем иметь возможность выбирать правильный или неправильный объект и нажимать на кнопочку, чтобы узнать результат наших действий. Для того, чтобы более интересным и более красивым сделать интерфейс нашего мобильного приложения, воспользуемся импортом изображения. Опять-таки возьмем изображение векторное и наложим на активный в данный момент объект. Для чего используем пункт меню импорт изображения. Найдем соответствующее изображение для внедрения и нажмем кнопочку импорта. Необходимо немножечко подождать, пока загрузится соответствующее изображение. В данном случае у меня в векторном пакете была прорисована карта мира. Значит, установили ее в качестве фона. Допустим, мы можем поменять немножечко заливку в сторону какого-то цвета, который нам более интересен. И можем поменять немножечко прозрачности данного элемента. Давайте это изображение установим в оранжи на один шаг назад. Степ бэквард. И несколько раз можно там пощелкать, чтобы у нас это изображение оказалось на нужном месте. Вот этот текст, степ, вернее, bring to front, мы поставим на передний план соответственно. Значит, кнопочка пусть пока здесь побудет. В нижней части мы с вами создадим вот такой вот прямоугольничек. Зальем опять градиентной заливкой какой-то линейной. Выбрав цвет, который для нашего интерфейса нам понадобится. И добавим текстовое описание, объясняющее принцип работы данного приложения. Установили подпись, ну и осталось нажать кнопочку, вернее, создать надпись для нашей кнопочки. Мы ее сделаем черным цветом. И выберем, наверное, жирненький. Вот так вот. Ну, экран, первый экран у нас готов. Начальный экран мы с вами спроектировали. Теперь этот элемент необходимо скопировать. Для чего щелкаем по вот этому названию один раз. Выделяется полностью вот этот элемент. И с зажатым альтом, прошу прощения, можно с зажатым альтом попытаться вот это вот все перетащить за заголовок. За вот этот вот заголовок. Ну, или можно нажать контр-с и контр-в, когда это все выделено. Перемещение вот этих вот экранов осуществляется за вот этот вот заголовок мобильного устройства. Значит, нам понадобится два вот этих элемента в будущем. Ну, начнем мы работать с первым из этих элементов. Уберем ненужные части. Вот эти вот подсказки. Оставим вот этот вот элемент. И сюда установим, например, другую фотографию. То есть нас будет интересовать место расположения какого-то объекта. Ну, допустим, у нас есть фотография нашего объекта, о котором мы хотим узнать на рабочем столе. Мы его методом перетащи, брось, драгон, дроп устанавливаем в элемент соответствующий. Вот. И здесь зададим вопрос. Ну, в данном случае придется поменять цвет. Ну, пусть будет... Ладно, пусть будет черный. Ну, все-таки не черный, а что-то посветлее. Поставим вопрос жирненьким. В данном случае нужно подбирать... Подбирать... В общем-то, шрифты. Размер шрифта. Текст, чтобы он был читабелен. Значит, возьмем вот эти вот кнопочки, вот эту вот кнопочку и с зажатым альтом несколько раз копируем, для того, чтобы варианты ответа можно было бы использовать различные. например, вот такие вот варианты ответа у нас присутствуют. Значит, переходим на следующую формочку. На ней... А, кстати говоря, можно было бы вот на этот элемент наложить какой-нибудь такой вот прямоугольничек залитый каким-то определенным цветом. Положить его на задний план. вот таким вот образом переложить, добавить ему прозрачности и установить заливку, допустим, градиентную. В градиенте у нас есть два элемента начальный цвет и конечный цвет. Ну, за счет этого можно немножечко поменять дизайн. на третьей на третьем элементе мы опять удалим опять ненужные элементы. Наверное, проще будет ну, ладно, удалим уже то, что здесь было. Здесь это у нас будет экран который говорит, что мы угадали кнопочку немножко сместим. Нарисуем окружность с зажатым шифтом. Установим ее вот здесь вот, ну, где-то примерно по центру создадим обводку 10 пикселей поменяем цвет на какой-нибудь допустим вот такой вот оранжевенький. Возьмем инструмент перо и начертим с зажатым шифтом вот такую вот галочку. Escape нажимаем для отмены. Зададим ей толщину 10 пикселей и опять-таки возможно подберем соответствующий цвет. вот. Ну, наверное, даже надо будет 20 пикселей сделать. Скопируем вот этот вот элемент с зажатым альтом. Вместо вот этого элемента нарисуем что-то похожее. на вот такой вот крестик. Что ж такое? зададим ему тоже толщину в 20 пикселей. Ну, и цвет наверное пусть будет красный. вот таким вот образом мы с вами сделали для нашего мобильного приложения ряд заготовок с которыми мы поработаем в следующий раз в целях того чтобы мы могли уже каким-то образом их задействовать. Благодарю за внимание. Изучайте вместе с нами. Ну, а мы пока займемся рыбалкой. Рыбу половим. всем пока-пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова